В ускоренном режиме пройдем второй уровень. После прохождения второго уровня у игрока есть два варианта. Первый вариант это нажать кнопку далее и перейти на следующий уровень. А второй вариант это нажать кнопку назад и выйти в меню. У нас ни один из вариантов еще не готов. И телефон пока не знает, что ему нужно сделать, если вы нажмете на кнопку далее. Посмотрите. Ничего не происходит. Также телефон не знает, что ему делать, если вы нажмете на кнопку назад. Поэтому он просто выйдет из игры. Посмотрите. А нам нужно, чтобы мы вышли в меню. В этом уроке мы опишем действия для кнопки назад и для кнопки далее. Начнем с кнопки назад. Откройте файл первого уровня One Level. В первом уровне мы уже писали код кнопки назад. И легче всего будет скопировать его из первого уровня и вставить во второй уровень. Опуститесь вниз и найдите комментарий. Кнопка назад, которая закрывает игру. Проверьте, где у вас заканчивается код кнопки. Для этого найдите самую последнюю закрывающуюся фигурную скобку. Посмотрите. Android Studio выделила синим цветом открывающуюся фигурную скобку и закрывающуюся фигурную скобку. А теперь скопируйте код целиком. Вместе с комментарием. Ctrl-C. Теперь откройте файл второго уровня Two Level. И в коде второго уровня опуститесь до строки команды, которая запускает AsyncTask. После этого комментария найдите закрывающуюся фигурную скобку. Поставьте после нее курсор. И нажмите Enter. Два раза. А теперь вставим скопированный код. Android Studio автоматически предлагает нам добавить класс. Нажимаем ОК. Сейчас я покажу вам, что это за класс. Поднимитесь наверх. Разверните строку Import. И посмотрите. Вот этот класс у нас добавился автоматически. Он нужен для того, чтобы можно было переходить из второго уровня в меню игры. Сверните этот блок. И вернитесь назад к кнопке. Сейчас нам нужно немного подредактировать кнопку. Уберем ненужный код. Поставьте курсор после строки Finish. И сотрите эту строку. Найдите строку I.PrintStakeTrace. Поставьте после нее курсор. И тоже сотрите эту строку. Сейчас я немного подвину закрывающиеся фигурные скобки, чтобы код был более компактный. Вот так. Что нужно изменить дальше? Дальше найдите строку Intent. Здесь нам нужно изменить команду OneLevel на TwoLevel. Теперь телефон знает, что мы будем уходить из файла TwoLevel в файл MainActivity. А MainActivity это у нас файл, где находится меню. Это еще не все. Дальше напишем код внутри наших условий. Найдите строку IfCounterFirstLine равна 0 и Line равна 9. И после Line присваиваем 9, поставьте курсор. Опуститесь на одну строку вниз и напишите с маленькой буквы If, круглые скобки, в круглых скобках с маленькой буквы Is, с большой буквы Canceled. И после IsCancelled поставьте еще раз круглые скобки. После круглых скобок поставьте пробел, напишите ReturnNull. И поставьте точку запятой. Скопируйте то, что вы сейчас написали. Ctrl-C. Теперь найдите строку IfCounterSecondLine равна 0 и Line равна 15. После строки Line присваиваем 15, поставьте курсор, нажмите Enter и вставьте скопированный код Ctrl-V. Опуститесь еще ниже до строки ThreadSleep5000. После этой строки поставьте курсор, нажмите Enter и вставьте скопированный код. Во втором уровне телефон останавливается три раза. Первый раз он останавливается на первой линии кнопок. Второй раз останавливается на второй линии кнопок. А в третий раз он останавливается в конце игры на кнопке Далее. И в каждую из этих остановок нам нужно вставить код IfCancelledReturnNull. Если этого не сделать и вставить этот код только в какую-то одну часть, то телефон будет уходить в меню только из этой части. А из других частей он в меню не выйдет. Телефон просто закроет игру, так как он не будет знать, что ему делать. Посмотрите, как работает наша кнопка назад. Как только мы ее нажимаем, то телефон сразу закрывает наш класс Дилей, который мы с вами писали на прошлых уроках. А в наших условиях проверяется, была ли нажата кнопка. Если она была нажата, то телефон переходит из второго уровня в уровень с меню. Сейчас проверим, как все это работает. Нажав на кнопку Назад, я должен оказаться в меню. Все верно. С кнопкой Назад мы закончили. Перейдем к кнопке Далее. Если на нее нажать, она должна дать команду телефону перейти на третий уровень игры. Но третьего уровня у нас еще нет. Нам сейчас нужно его сделать. Слева в меню найдите папку Java. Кликните по ней правой кнопкой мыши. Дальше найдите пункт New. Затем найдите пункт Activity. И дальше выберите Empty Activity. Перед вами откроется окно. Activity Name. Это название нашего файла третьего уровня. Назовем его Tree Level. Что означает третий уровень? Пишем с большой буквы. Нижнее подчеркивание Level. Дальше. Generate Layout File. Эта галочка означает, что Android Studio сгенерирует автоматически файл экрана третьего уровня. Называться он будет тоже Tree Level, только с маленькой буквы. Остальное нужно стереть. Дальше. Launcher Activity. Галочку не ставим. Эту галочку нужно ставить тогда, когда игра начинается именно с этого файла. А у нас игра не начинается с третьего уровня. Дальше. Backwards Compatibility. Галочка должна стоять. Следующий пункт Package Name. Он должен совпадать с именем нашего пакета. У нас совпадает. Все. Нажимаем Finish. Вот у нас появилось два файла. Один файл это кодовая часть третьего уровня. Второй файл это файл с разметкой для экрана третьего уровня. Закройте пока все файлы, которые у вас есть. OneLevel.java, TreeLevel.java, TreeLevel.xml и TwoLevel.java. В каждом проекте Android Studio есть файл манифеста. В нем нужно объявлять о каждом вновь созданном уровне. Откройте файл манифеста. Находится он в папке Manifests. Что мы тут видим? Мы видим, что здесь уже есть файл первого уровня, OneLevel. Файл второго уровня, TwoLevel. И только что автоматически добавился код для третьего уровня, ThreeLevel. Он отличается от предыдущих. Он нам не очень подходит. Мы этот код сотрем. И вместо него вставим свой. Удаляем строку полностью. Delete. Теперь скопируйте код второго уровня, TwoLevel. Откуда копировать? После угловой скобки Activity поставьте курсор. И вы увидите, откуда начинается блок кода и где заканчивается. Так и скопируем. Ctrl-C. Опуститесь на одну строку вниз и вставьте Ctrl-V. А теперь измените TwoLevel на ThreeLevel. Вот здесь. Все. Теперь телефон знает, что у него есть третий уровень. Сейчас займемся экраном третьего уровня. Зайдите в папку Res. Дальше папка Layout. И здесь найдите файл ThreeLevel.xml. Он тоже создался автоматически и не совсем нам подходит. Поэтому сейчас мы удалим его. Нажмите правой кнопкой мыши. Выберите Delete. Появится окно. Нажмите OK. И здесь выберите Delete Anyway. А вместо него скопируем файл первого уровня OneLevel. Нажмите правой кнопкой мыши. Выберите Copy. Здесь же нажмите правой кнопкой мыши. И выберите Paste. В появившемся окне изменим его имя. Назовем так же, как он и назывался. ThreeLevel с маленькой буквы. Three, нижнее подчеркивание, Level. Нажимаем OK. Вот он у нас открылся. Внутри ThreeLevel.xml найдите блок кода TextView1. Вот он. Его нужно оставить. А весь код разметки после него нужно стереть. Начинаем с TextView2. Обводим до самого конца. Остановить выделение нужно до строки LinearLayout. Нажимаем Delete. Вот посмотрите, как у нас получилось. Вот такой небольшой код. Теперь поменяйте TextView1 на TextView0. А в Android Text напишите третий уровень игры. Между кавычек. Все. Можете закрывать ThreeLevel.xml. И AndroidManifest.xml. И только теперь, когда мы объявили в манифесте о том, что у нас будет третий уровень, когда мы создали файл с кодовой частью третьего уровня, когда мы создали файл с экраном разметки третьего уровня, мы можем сделать переход со второго уровня на третий уровень игры. Этим сейчас и займемся. Мы уже писали код кнопки перехода с первого уровня на второй уровень. Поэтому откройте кодовый файл первого уровня. OneLevel. Находится он в папке Java.UpOldLike. Найдите там Case23. Находится он в самом низу кода. Вот здесь. И начиная со строки OneButtonNextLevel.SetOnClickListener до последней закрывающейся фигурной скобки и круглой скобки и точки с запятой скопируйте код кнопки. Вот так. Ctrl-C. Дальше. Откроем файл второго уровня TwoLevel. Найдем внизу кода Case22. И после точки с запятой опустимся на следующую строку и вставим скопированный код Ctrl-V. Этот код нужно изменить. Начнем с названия. Оно у нас должно совпадать. Посмотрите, кнопка называется ButtonNext, а здесь она называется OneButtonNextLevel. Поэтому старое название уберем, нажмем Delete и напишем с маленькой буквы ButtonNext. Затем, чуть ниже, снова найдите строку OneButtonNextLevel. Ее тоже нужно убрать. Delete. И вместо нее написать ButtonNext с маленькой буквы. Дальше. Найдите строку, которая начинается со слов Intent. Intent. Посмотрите, здесь написано, что игра будет переходить с первого уровня на второй уровень. А нам нужно, чтобы игра переходила со второго уровня TwoLevel на третий уровень ThreeLevel. Вот эту строку и точка PrintStackTrace можно удалить. Она сейчас нам не нужна. Я объясню, как работает эта кнопка. Когда кнопка появится в конце второго уровня, и если на нее нажать, первым делом поменяется картинка. Посмотрите, ButtonNext.SetBackgroundResource, папка Drawable. Давайте ее откроем. И кнопка изменит свою картинку на картинку, которая называется RuButtonNextLevelPress. Найдем эту картинку. RuButtonNextLevelPress. Вот она. Откроем. Это серая картинка. Давайте посмотрим, какой она была. Она называлась RuButtonNextLevel. Была черной, станет серой. Закрываем. И затем, после того, как картинка поменяется, телефон отправит нас со второго уровня, TrueLevel, на третий уровень, TrueLevel. Все. Сейчас можно запустить игру и посмотреть, что у нас получилось. Нажимаем на зеленый треугольник. Выбираем Nexus S. Второй уровень у меня проигрался. И сейчас, когда я нажму кнопку «Далее», она должна поменять свой цвет на серый и должен открыться третий уровень игры. Третий уровень игры. Все работает. Что мы будем делать в следующем уроке? В следующем уроке мы займемся сценарием третьего уровня нашей игры. Чтобы первым узнать о новом видеоуроке, подпишись на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!